Итак, всем добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию под названием «Конфликт интересов, когда чиновникам и депутатам интереснее наполнять карманы с бюджетом». Сегодня наши спикеры расскажут о том, как депутаты местных советов голосуют за выделение земли себе и своих близких, о других схемах. И наши спикеры — это Роман Лихачев, председатель Чубуевской правозащитной группы, Станислав Кучера, председатель сети антикоррупционных центров и Сергей Рогозин, эксперт в сфере предупреждения коррупции. Еще раз добрый день. Роман, пожалуйста, расскажите подробнее о проекте. Всем еще раз добрый день. Хотелось бы вкратце рассказать следующее. Чубуевская правозащитная группа вместе с сетью антикоррупционных центров всеукраинской на данный момент реализуется проект при поддержке программы развития ООН. Проект называется «Уменьшение коррупционных проявлений на территории Харьковской области. Общественность против коррупции». В рамках этого проекта мы планируем, во-первых, анализ декларации чиновников. Все знают, что сейчас достаточно много новых требований введено, в том числе заполнение декларации в электронном виде. Также наша работа будет направлена на тренинги с активистами, с чиновниками. Для чиновников мы расскажем, как вообще не допускать конфликт интересов, как принимать такие решения, которые в дальнейшем не позволят привлечь к ответственности. Также в рамках этого проекта мы уже провели анализ реестра судебных решений и немного были в шоке от того, что, как часто у нас коррупционные правонарушения, которые доходят до суда, в дальнейшем почему-то закрываются, или чиновники остаются без наказания. Мой коллега чуть позже расскажет об этом. Хотелось бы отдельно отметить, что в рамках проекта мы уже имеем массу практических кейсов, о которых расскажет Сергей Робузин. Также планируем сейчас подачу в суд еще нескольких исков, которые касаются отмены судебных решений, отмены решений как судебных, так и решений органов местного самоуправления по поводу незаконных выделений земли чиновникам, незаконных премирований. Исходя из анализа, который мы просмотрели, очень часто получается, что депутаты, которые решили повыделять побольше земли, то есть обогатиться за счет непосредственно коммунальной собственности. Также очень интересен тот факт, что во многих случаях, когда закрываются правонарушения коррупционные, которые доходят до суда, когда очень шумно рассказывается о том, что конкретный чиновник будет привлекаться к ответственности, в дальнейшем почему-то замалчивается факт того, что чиновника или оправдали, или вообще закрыли, а бывают случаи даже, что не обжалуется. Фактическое непривлечение к ответственности чиновника по непонятным для нас причинам. Кроме этого, в рамках проекта мы выпустим методическую литературу. На данный момент мы разработали совместно с рядом организацией методику по анализу декларации чиновников. Очень интересен тот факт, что со второй попытки мы все же получили список прокуроров в Харьковской области, которые находятся на должностях, для того, чтобы в дальнейшем сопоставлять стиль их жизни и те декларации, которые у нас подают, в том числе прокуроры, судьи. Часто случается, что по декларации у нас прокурор или какой-то из депутатов очень бедный, однако по стилю жизни совершенно это не соответствует тому, как он ездит за границу, в соцсетях размещает фото, имеет массу имущества, которое необходимо содержать. Я передаю слово своему коллеге. Он расскажет о сети антикоррупционных центров, а также расскажет о той статистике, которую мы получили благодаря анализу реестра судебных решений. Станислав, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. По поводу сети антикоррупционных центров я являюсь представителем. Мы совместно с Чувоевской правозащитной группой работаем над данным проектом, о котором говорил Роман Борисович только что. Я бы хотел вкратце, в начале основы рассказать вообще, что это такое, что за коррупционные правонарушения и по каким именно мы работаем. И далее расскажу немного о статистике, которая на данный момент нами составлена по данным, имеющимся в реестрах. Итак, во-первых, что такое коррупционное правонарушение? Это такое деяние, которое содержит признаки коррупции, совершенные субъектами, круг которых четко определен действующим законодательством. К административным коррупционным правонарушениям относятся и нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. То есть непосредственно, что касается темы сегодняшней. Конфликт интересов, согласно закону Украины о предотвращении коррупции, это ситуация, при которой должностное лицо, выполняя свои обязанности, имеет какой-либо частный интерес, личную заинтересованность, которая, хотя и не обязательно приводит к принятию какого-либо неправомерного решения, но способна к этому привести. Под частным интересом в этом случае понимается любой имущественный или неимущественный интерес лица, в том числе обусловленный какими-либо личными, семейными, дружескими или другими внеслужебными отношениями с физическими или юридическими лицами, в том числе те, которые возникают в связи с членством или деятельностью в различных организациях. Роман Борисович только что об этом говорил, о сфере нашей работы. Вот мы как раз занимаемся поиском данного частного интереса у различных лиц и сопоставляем с тем, что принималось вообще различными радами и с тем, что они отображают у себя в декларациях. По результатам анализа дел, размещенных в Едином государственном реестре судебных решений, можно говорить о подавляющем большинстве случаев конфликта интересов именно в земельной сфере, то есть касательно выделения земельных участков тем или иным субъектам и по вопросам, касающимся премирования или предоставления материальной помощи также заинтересованным лицам, которые сами же эти решения и принимают. По статистике мы посчитали, примерно по 42% на каждую из этих групп в целом по коррупционным административным нарушениям приходится на два данных вида. Вообще, анализируя проработанную информацию, можно смело утверждать, что субъектами по данным нарушениям в основном являются депутаты сельских поселковых советов, а также должностные лица органов местного самоуправления. Чугуевская правозащитная группа, как я уже говорил, и сетью антикоррупционных центров совместно проводится деятельность по анализу судебного реестра и в результате чего были установлены такие данные. Всего за первую половину 2016 года было выявлено 75 административных дел по конфликту интересов, из которых закрыто 10 дел. В 2016 году – 2. Наложено штрафов 49. Штрафы эти за несообщение о конфликте интересов варьировались от 1700 грн до 3400 грн, а за принятие решений в условиях конфликта интересов от 3400 грн до 6800 грн. Среди закрытых дел 2 закрыто по малозначимости деяния, ну, как вы понимаете, это судом закрываются, 3 при отсутствии надлежащих доказательств со стороны прокуратуры, и остальные 5 были закрыты из-за отсутствия состава правонарушения. Теперь, что мы выявили по первому полугодию 2016 года по Харьковской области. У нас признаны виновными и, соответственно, привлечены к ответственности 14 человек, из которых 12 – это депутаты сельских и поселковых городских советов. Привлечены к ответственности депутаты таких советов, как Гнилицкий совет Великобрудского района, Балаклейского горсовета, Покатиловского совета Харьковского района, Крысинского и Зарябинского советов Богодуховского района, Великогомельшанского совета Змеевского района, По характеру правонарушений, связанных с конфликтом интересов, можно сказать, что всего было привлечено 14 человек, 6 из них это относительно участия в решении вопроса о примировании, 6 это в сфере земельных отношений, то есть выделения каких-либо земельных участков, один это не предоставление декларации об имущественном состоянии и один это не уведомление о наличии в подчинении ему близких лиц. По 2015 году целиком у нас получается больше дел, так как год мы брали весь, а по 2016 только половина. По 2015 у нас 35 дел выявлено, по которым назначено наказание 29 депутатам сельских, поселковых и городских советов. По характеру нарушений в 2015 году, относительно примирования самих себя или близких лиц это 16 человек, в сфере земельных отношений, опять же по выделениям земельных участков это опять 16 человек, заключение договоров вопреки закону Украины о предотвращении коррупции 2 человека и нарушение правил этического поведения 1 человек. Что касается рассмотрения данной категории дел уже непосредственно судами апелляционной инстанции, то есть при обжаловании либо прокуратурой, либо непосредственно самими лицами, в отношении которых вынесено данное постановление, то следует сказать, что среди рассмотренных дел апелляции от прокуратуры судьями не удовлетворяются в период с 1 января 2015 по первое полугодие 2016. Всего за 2015 год было 16 апелляционных жалоб, из них 6 были возвращены лицам, подавших жалобу. Удовлетворена лишь одна частично, то есть постановление суда первой инстанции по ней отменили и освободили лицо от административной ответственности по малозначимости. А по первому полугодию 2016 года всего было зарегистрировано 8 апелляционных разбирательств и два раза всего лишь удовлетворили, и опять же только от лиц, которые были привлечены к ответственности. По прокуратуре ни одного удовлетворения. Что касается работы Чугуйской правозащитной группы и сети антикоррупционных центров, то на сегодняшний день, как я уже говорил, проводится работа по выявлению случаев конфликта интересов ранее не привлеченных к ответственности лиц. То есть конфликт у нас какой-либо существовал, но по тем или иным обстоятельствам правоохранительными органами это не было замечено, и, соответственно, судами никакие решения не выносились. И вот мы совместной работой выделили наиболее частые случаи конфликта интересов в различных советах разных районов. И такими являются. Это артельный сельсовет Лазовского района, где глава сельсовета премировал себя 6 раз подряд, и за это сам же и голосовал. То есть артельный у нас лидер в этом плане. Ивановский, второй сельсовет Боренковского района, 5 раз голосовали за выделение земли различным депутатам. Писко-Радковский сельсовет Боровского района, там один депутат сначала проголосовала в пользу своего мужа, также не сообщила о конфликте интересов. Дальше она проголосовала в пользу своей дочери. В этом же сельсовете другой депутат проголосовал в пользу своей жены и в пользу двух своих сыновей. Еще один депутат проголосовал в пользу брата. И еще опять же в этом же сельсовете в пользу своей дочери еще один депутат. По Мечебелевскому совету Боренковского района, там глава данного совета, также главный бухгалтер и секретарь, они три раза выделяли себе премии, и лишь один раз они предупредили о конфликте интересов. То есть два решения сессии в 2015 году вынесено с нарушением Кодекса Украины об административной ответственности. Точнее на основании Кодекса. По районам на данный момент ЧПГ выявлено такое количество случаев конфликта интересов. По характеру нарушений у нас на данный момент выявлено 60% это земельные вопросы, то есть по выделению земельных участков. И 40% вопросов это премирование самих себя или лиц, которые являются близкими лицами. На данный момент, опять же я говорю, лидирует Лазовской район. Там 7 было принято решений в артильном совете. Барвинковский район это 6 решений в Мечебелевском совете. Золочевский район 6 решений в Великорогазянском совете. Красноградский 5 в Петровском и Николокомышеватском совете. То есть можно сделать вывод, что депутатами нарушается данное требование закона Украины о предотвращении коррупции. Не соблюдаются правила в случае выявления данного конфликта. В связи с чем происходят вот такие вот нарушения. Но мы за ними тщательно следим и выявляем. Спасибо. Станислав, спасибо большое. Сергей Рогозин. Я бы хотел внимание аудитории привлечь конкретными делами, конкретными кейсами, которые мы оперируем. Ну, первый, на мой взгляд, носит такой даже деколькокумедный характер. Мы неоднократно направляли запросы на получение публичной информации в адрес коммунального предприятия «Центр проводжения Творынами». Это коммунальное предприятие Харьковского городского совета. Один из запросов касался декларации директора данного предприятия, госпожи Шаповаловой. Юмор и, скажем так, определенную улыбку мне вызывают следующие обстоятельства. Сначала они без всяких проблем ответили, что да, вы можете получить декларацию, пожалуйста, заплатите, если мне не изменяет память, 15 гривен 18 копеек, и мы вам предоставим после того, после оплаты, обязательно предоставим эту декларацию. Буквально через неделю получаем мы ответ следующего характера, что в связи с нахождением в декларации конфиденциальной информации мы не можем вам предоставить данную информацию, вы можете обратиться в суд, опротестовать и все такое. Однако деньги были уже оплачены, а декларацию, к сожалению, не получили. На мой взгляд, тут явное нарушение, потому что громада представителей общественности должны знать о расходах и доходах представителей коммунальных предприятий, потому что они используют публичные кошты, громадские кошты, бюджетные средства, и мы, как представители, как граждане Украины, как активисты, можем знать о том, куда эти деньги идут, и на что они потрачены, куда ушли, на что и зарасходы. Что касается еще коммунального предприятия, Центра по вожжению от Створы, нами было выявлено ущерб в размере 60 тысяч гривен за незаконное увольнение с данного предприятия. Однако на наше обращение в Харьковский городской совет с просьбой, ну, как-то повлиять на эту ситуацию, вернуть эти деньги. Городской совет, ну, мягко говоря, взволяя, тормозит эту ситуацию. Ну, тут, мне кажется, мы можем наблюдать абсолютный и полный сговор между представителями совета и коммунального предприятия. Следующий наш кейс, вот Стас уже говорил, это наблюдение, мониторинг доброчестности посадовцев, органов местного самоуправления. Ну, не буду скрывать, наверное, это один из любимейших моих кейсов, это Чугуйский городской совет. Что касается городского головы Галины Минаевой, мы решили проверить, а насколько же доброчестны миски и голова миста Чугуева. Попытались выявить родственников, ну, насколько это нам позволяло закон. И что мы увидели? Обнаружили некто господина Кузьменко, Сергея Кузьменко. По нашим данным, данное лицо является родным братом городского головы, работающий, ну, совершенно на, там, непритязательной должности, которая, ну, явно не сулит особых сверхдоходов, даже, ну, сверхдоходов крупных, навряд ли может быть. Однако мы видим, что имущество на данном лице, которое, по нашему мнению, является братом городского головы, ну, по меньшей мере, так на вскидку, ну, на сотни, сотни, не на сотню, а на сотни тысяч гривен, а может быть и на миллионы. Мы обратились к городскому голове с просьбой разъяснить, ну, в добровольном порядке, разъяснить ситуацию, потому что, ну, все-таки брат, сотни тысяч, миллионы, работает, ну, он абсолютно не публичный человек, работает, ну, простым работягой, условно говоря, и, 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 к сожалению, получили такой строгий ответ, что ссылка на 182-ю уголовного кодекса, мол, не ваше это дело, ребята, занимайтесь более важными делами, а сбор информации, личной информации в отношении лиц преследуется по закону. Ну, я надеюсь, нас это не испугает, даже уверен, что нас это не испугает, и мы данный кейс продолжим, продолжим в этом направлении, надеюсь, получить еще более новую, еще более интересную информацию. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, я подойду с микрофоном. Добрый день. Инсайдер Ньюс, Ирина Сбрицкая. Скажите, пожалуйста, а какие меры вы собираетесь предпринимать для того, чтобы как-то пресекать это дело? Потому что вот вы говорите о мониторинге, но в то же время вы мало что сказали о работе, которую вы собираетесь проделывать. Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Во-первых, на данный момент уже подано порядка 37 заявлений в полицию, в НАЗК и прокуратуру, так как они все втроем не могут разобраться, кто там составляет административные протоколы по коррупции на данный момент. Фактически уже должно составлять НАЗК, однако НАЗК еще до конца не сформировалось, не может составлять. Как мы все знаем, сроки привлечения по административным делам в судебном порядке не более трех месяцев. То есть у нас получатся ситуации, когда эти ответы отлежатся добросовестно, и потом по чиновникам опять закроют производство в связи с тем, что срок прошел. Кроме этого, хотелось бы сказать, что на данный момент нами поданы заявления на открытие уголовных производств. Такие заявления по центру поводжения с творинами поданы в Киевский отдел полиции. Киевский отдел полиции, мягко говоря, ничего не делает уже больше полугода. Там ряд заявлений по тендерам, которые были проведены со связанными лицами абсолютно. Там муж с женой являлись учредителями фактически одного и того же предприятия, проживают в одной квартире. То есть система на данный момент тормозится фактически на стадии правоохранительных органов. А сейчас, чтобы окончательно эту систему затормозить, у нас еще и развалили суды. Потому что по Украине порядка 30 судов вообще без судей. То есть направлять даже административные протоколы по большому счету некуда. Что мы делаем в случае, когда наши следователи и чиновники с разных органов отказываются проводить всяческие проверки. В таком случае мы пишем жалобы по этим чиновникам. У нас очень долго бывшее контрольно-ревизионное управление не видело, закрывало глаза про то, что в центре обращения с животными 60 тысяч с бюджета просто так ушло в никуда. Горсовет это все долго-долго не видел. И нам отписал, что мы не будем привлекать собственного чиновника к ответственности, а вдруг там сроки закончатся, пока мы будем привлекать. То есть ответ нехорошего, я считаю, что он в принципе может войти в десятку изумительных ответов от органов местного самоуправления, которые мы получили. В то же время мы по этим всем случаям идем дальше, пишем дальше жалобы соответствующие, подаем суды. Что касается, допустим, по городскому голове Чугуева, на данный момент возмущенную такой ситуацией инвалид в городе Чугуеве Иван Лужков подал иск к мэрии о том, чтобы городская голова вернула материальную помощь в связи с крупным материальным становищем. То есть у нас доходит до того, что чиновники, я считаю, просто не имеют совести. При доходе в 200 тысяч гривен, только официальным, при массе-массе имущества, которое мы рассмотрели у нас у чиновника, сразу же становится, как только он становится чиновником, богатым мама, брат сразу миллионером становится. Мы выявили этот ряд имущества и писали письмо о том, чтобы, ну как бы, взыграть к совести. Люди, которые на онкологию получают материальную помощь в тысячу гривен, городской голова имеет совесть при таком доходе просить себе порядка 6 тысяч гривен. Сейчас этот инвалид, который не получил помощь, он обратился в горсовет с иском, чтобы, ну, скажем так, поставить в равные условия себя и городского голову. Все-таки его доходы и ему не дают такой материальной помощи. Городскому голове в спокойном порядке в связи с крупным материальным становищем, как написано. Ну, если 200 тысяч в год, это скрупное материальное становище. Это, наверное, у нас основная масса жителей страны находится в скрупном материальном становище. Прошу прощения, а на что эти 6 тысяч просили-то? Эти 6 тысяч просили для вырешения социальных побутовых пытаний, так как у городского головы при ее доходе скрупное материальное становище. То есть мы запросили у городского совета, какие документы. Может, обследовали акт проживания. До смешного доходит. Она унаследовала по всем документам, фактически подала на наследство после смерти матери. Квартира в Харькове, которая перебывает в ее корыстовании, фактически, на дружбе народа, в элитном комплексе, и она там проживает. Вообще не указано в декларации. Доход 200 тысяч официальный. Человек, по нашей информации, мы ее будем еще подтверждать, порядка 12 раз побывал за рубежом за год. Две из них – это поездки на Кипр. И человек это не скрывает особо. И еще имеет совесть спросить у городского совета такую сумму. Мы требовали поставить всех в одинаковые условия. Если так тяжело городскому голове живется, есть порядок, то есть нужно обследовать умовы проживания. Может, ей действительно 200 тысяч – это мало. Ну, так кощунственно поступать. Одновременно идет заявление на материальную помощь для человека, который находится с четвертой степенью онкологии, то есть фактически при смерти. И он массу бумаг должен собрать, чтобы получить тысячу гривен. И городской голова, которому нужно порядка 6 тысяч гривен, чтобы поправить материальное состояние при сумасшедшем доходе. А скажите, какая зарплата у городского головы? Средняя зарплата на руки идет порядка 8 тысяч гривен. Еще также Вы говорили о том, что в некоторых делах, допустим, некоторые дела были закрыты. Вот Станислав рассказывал в связи с несущественностью. А понесли ли какое-то наказание те люди, из-за которых были эти дела возбуждены? Да. Что касается закрытия дел по несущественности, получается следующая ситуация. Очень часто суды пытаются ссылаться, так как административный протокол дальше апелляционной инстанции не обжалуется, то есть дальше в Харьковской области он не уходит. Почему-то некоторые протоколы тут начинают погибать, назовем так. И судья на собственное усмотрение решает, что малозначительно, что немалозначительно. Там яркий пример есть, когда просили по малозначительности закрыть, но все-таки не закрыли. Когда своему сыну 30 гектар земли в пользование передала одна из чиновниц Валковского района, если я не ошибаюсь, и в связи с этим просила дело по малозначительности закрыть, но суд не пошел, это в связи с общественным резонансом. То есть по каждому делу, которое идет по коррупционной составляющей, я думаю, это дело нужно брать на контроль, тогда судья не хочет по малозначительности закрывать указанное дело. Потому что у нас скоро дойдет до того, что убийства будут малозначительным делом для некоторых лиц. То есть суд начинает выписывать фактическую индульгенцию, ту, которую по закону не имеет права выписывать. Скажите, пожалуйста, поступали ли вам угрозы, угрожали ли вам в связи с вашей деятельностью? Я скажу, что это, к сожалению, становится в последнее время нормой. Все мы видим ситуации, которые были по Игорю Черняку, по Лещенко, по всем, всем, всем. Как только человек начинает наступать кому-то, назовем так, на хвост, сразу же включается обратный противовес. У нас очень серьезная ситуация была, когда мы столкнулись с виденкой с противодействием, когда там мы обнаружили массу нарушений, которая была, и пошли угрозы. Ну, если там опустить ряд фраз, вплоть до того, что мы с вами разберемся в стиле 90-х, мы приведем цивильный корпус АЗОВ, хотя мы с цивильным корпусом АЗОВ разговариваем, никто про такое не знает. То есть фактически идет капитальное противодействие со стороны вот этой системы чиновников, которые существуют до определенных угроз. Этих угроз мы не боимся, как бы каждый для себя принял решение, когда начал этим заниматься. Поэтому я считаю, что бояться нечего, нужно работать в этом направлении. Там коротко Станислав еще расскажет два слова про марежу антикоррупционных центров, в том числе и для защиты наших активистов. Мы решили объединиться в этом марежу. Наверное, Станислав больше. Да, пожалуйста, Станислав. Да, да. У нас с 2016 года на территории Харьковской области развита данная сеть антикоррупционных центров, которая реализуется благодаря программе развития ООН в рамках проекта «Общественность против коррупции», то есть благодаря уменьшению коррупционных проявлений на территории Харьковской области. В рамках данного проекта сетью антикоррупционных центров, как уже говорили коллеги, тоже проводятся мониторинные декларации, пишутся заявления в правоохранительные органы, подаются иски в суды. Но на данный момент уже делали замечания по поводу того, что серьезный противовес со стороны судов, то есть недоработка их правоохранительных органов между собой не могут разобраться. И в связи с этим сеть антикоррупционных центров, то есть мы доходим до определенного этапа и как бы притормаживается у нас наша деятельность. Поэтому в дальнейшем надеемся на развитие данного вектора в лучшую сторону. Спасибо. И Сергей Роман. Да, 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 пожалуйста. Я немного до поводу Стаса по поводу сети наших мережей, и корпорационных центров. Ну, как означалось, тут у нас объединялись порядка десяти громадских организаций. И десь тиждень-два тижни потом головой цієї организации и избран роман, не хочу присутствовать. И еще я хочу буквально одну реплику додати, что наше завдание, это, по-перше, привлечь громадственность, привлечь внимание общественности к тем или иным коррупционным процессам. Вот это, на мой взгляд, и есть основной запобежный предохранитель того, что завтра тот же чиновник не запустит новую коррупционную схему и не запустит еще какую-то схему для того, чтобы забраться в бюджет, и эти деньги пойдут не на користь громаде, а на користь той или другой особи. Это, по-перше. На жаль, правоохоронная система у нас не завжди союзник, потому что наша правоохоронная система, на жаль, должна быть реформована. Дякую. Да, и хотелось бы еще добавить по поводу того, что Чувольская правоохоронная группа для того, чтобы был печатный ресурс как для мережения антикоррупционных центров, на данный момент презентовала газету «Правовая позиция». Это газета, в которой можно размещать информацию обо всех. Правы, в том числе, о проблемах, о победах в сфере коррупции. Люди с удовольствием получают эту газету. Я бы сказал, очень замечательным был тот факт, что пятитысячный тираж газеты, который сейчас есть, уже чувствуем мы его недостаток, потому что за неделю фактически из пятитысячного тиража осталось около 500 газет. То есть мы в дальнейшем будем распространять указанную информацию, потому что СМИ и общественные активисты – это те, кто могут действительно привести в Украину закон и порядок. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Собственно, по поводу СМИ. Учитывая, что регионы все-таки маленькие, ну, города маленькие, как планируете решать проблему именно непосредственно на местах? Да, хотелось бы сказать, что на местах, конечно, достаточно тяжело продвигать и освещать антикоррупционные инициативы. Почему тяжело? Потому что, ну, все мы знаем яркий пример Печенежского района, где мы два раза главного редактора восстанавливали через суд, который мы ее восстанавливаем, ее тут же увольняют в этот же день, опять восстанавливаем, опять пытаются уволить. То есть, достаточно сильно идет пресс на СМИ. Вот, в этих районах мы используем, во-первых, свою газету «Правовую позицию», мы используем социальные сети для ресурсов, то есть, мы опробировали уже на нескольких районах выезд с палаткой, где мы бесплатно жителям раздаем прессу, которую есть, то есть, работает обратная связь, уже есть масса обращений, которые приходят в адрес редакции. То есть, таким вот образом, с помощью независимого СМИ, пытаемся бороться. Кстати, очень хотелось бы сказать, что ряд СМИ пошли с нами на сотрудничество. Ярким примером является газета «Наш город» в Купинске. Она освещает достаточно много событий, в том числе коррупционных, которые происходят в Купинском, Шевченковском, Дворичанском районе, да и вообще по Харьковской области. Поэтому мы считаем, что со временем пресса в городах также возродится в независимом фоне, а не так, как сейчас. Очень часто, к сожалению, газеты вынуждены просто, так как они получают деньги из бюджетной сферы, вынуждены писать в полебные речи главам администрации, главам советов. Спасибо большое за ответы. Будем заканчивать. Если у вас появятся новые кейсы, будет какое-то продолжение развития, обязательно приходите и рассказывайте о них. Спасибо. Спасибо.